Дональд Трамп возвращается в большую политику, а может он и не уходил из нее. Первое публичное выступление бывшего президента Соединенных Штатов Америки после того, как он покинул Белый дом на ежегодной конференции консервативного политического действия во Флориде наделало немало шума. Забыв про эпидемические ограничения, маски, а также необходимость соблюдать дистанцию, сторонники Трампа собрались вместе выработать программу действий для республиканской партии. Своего поражения на выборах Трамп признавать не собирается. Он опроверг слухи о возможности создания новой своей политической партии, но при этом, решив подразнить сторонников и оппонентов, не исключил возможности участия на следующих президентских выборах. Внутриполитическую ситуацию, а также новые приоритеты во внешней политике США обсудим сегодня. В эфире телеканала CBC, общественно-политическая передача, глобальная дискуссия с Анастасией Лавриной. Здравствуйте! Сейчас на связи со студией Станислав Бышок, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-ЭМО. Анатолий Никифоров, политолог, член экспертного совета комитета по международным делам Совета Федерации. Михаил Нижмаков, ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций, а также Андрей Коробков, профессор политологии университета штата Теннесси. Здравствуйте, уважаемые эксперты, добро пожаловать к нам в эфир. Здравствуйте! Еще раз, господин Коробков, не буду долго ходить вокруг да около. Объясните нам, что происходит в Соединенных Штатах. На самом ли деле Дональд Трамп является номинальным лидером республиканской партии? Да, теперь это уже совершенно официально. Причем, когда Трамп проиграл одним или другим путем выбора, то, естественно, его оппоненты, в том числе и в рамках республиканской партии, громогласно заявляли, что Трампу конец, и через месяц о нем никто не вспомнит. И вот прошел месяц, и Трамп буквально триумфально возвращается, заявляет о том, что он остается в политике, что он будет работать в рамках республиканской партии и полностью доминирует повестку дня этой консервативной ассоциации, которая, кстати, четыре года назад очень скептически относилась к Трампу, скажем, во время праймерис, а потом он, наоборот, стал лидером этого консервативного движения. Что ясно, Трамп будет создавать движение, но это движение будет формироваться в рамках партии. Это значит, что он не уничтожит республиканскую партию, как мог бы, но зато республиканским элитам, хотят они этого или нет, придется с ним считаться. Трамп опять подверг сомнению результаты выборов и встретил в этом плане вот такую воодушевленную поддержку этой консервативной группы. Конечно, СИТАК, как называется эта организация, она не отражает мнение всех республиканцев, но без нее выиграть праймерис, без поддержки ее членов, у республиканцев шансов практически нет. И вот тут Трамп продемонстрировал, во-первых, уровень своей поддержки, он составил 97%, это вообще беспрецедентно для бывшего президента. И при этом продемонстрировал свое желание показать, что он, в том числе и перечислив поименно, имена 17 с его точки зрения предателей, 10 членов палаты представителей и 7 республиканцев-сенаторов, которые проголосовали против него во время импичмента. Ясно, что в следующем году он пойдет за многими из этих людей, тех, кто будет переизбираться, с тем, чтобы продемонстрировать свою силу. И уже сейчас мы видим, что республиканское руководство, даже те его представители, кто Трампа ненавидел и критиковал, скажем, после процедуры импичмента, они начинают идти на поклон или, по крайней мере, делать какие-то дружелюбные жесты по отношению к Трампу. Это касается и лидера республиканцев в палате представителей Маккарти и лидера республиканцев в Сенате Макконнелла, целого ряда других людей, например, Ники Хейли, которая также достаточно неожиданно выступила против Трампа во время импичмента бывшего губернатора Южной Каролины и бывшего посла США в ООН. Поэтому ясно, что Трамп будет консолидировать свои силы и помимо того, что вот он будет работать над формированием внутрипартийного движения, он также, конечно, будет работать над созданием альтернативных информационных сетей и телеканала, и особенно социальных сетей, которые дали бы возможность опять получить самому так и его сторонникам. Что касается уровня популярности отдельных политиков, то, опять же, 55% участников этой конференции заявили, что они бы поддержали Трампа, если бы он опять баллотировался на праймерис через три года. 24% весьма солидная поддержка оказалась у Рона Десантеса, губернатора Флориды, и опять же, Флорида является теперь основной властной базой Трампа. Еще любопытно, что если Трамп не баллотируется, то доля голосов за Десантеса возрастает до 43%, а доля голосов, отдаваемых за старшего сына Трампа, Дона младшего, составляет 11%, при том, что он никогда не занимал никаких политических должностей. А вот доля тех, кто готов проголосовать за Майка Пенса среди консерваторов, составляет порядка 1%. То есть, очень четкий сигнал республиканцам, что предательство Трампа приведет к жесточайшим политическим последствиям. Поэтому Трамп выходит из этой конференции не только человеком, вернувшимся в политику, но и действительно гигантом не только республиканской, но и американской политики. И опять он произнес 90-минутную речь, которая, мягко говоря, заметно контрастировалась с тем, что может себе позволить Байден, который избегает совершенно откровенно ответов на вопросы журналистов, и вот последний раз, будучи в Техасе, запутался буквально в трех соснах. Поэтому Трампу, видимо, будет выгодно сейчас вернуться в эфир и демонстрировать вот этот контраст с сидящим президентом Соединенных Штатов. Очень интересно. Господин Бышок, можно ли уже назвать это выступление Дональда Трампа как стартом его предвыборной кампании к 2024 году? Вполне возможно. Действительно, я тоже с интересом посмотрел 90-минутное его выступление, но в сухом остатке Трамп как Трамп. Вот как мы его знаем, как мы его помним, вот ровно такие же тезисы он высказал и выступая на СИПЭК. И вообще интересно, мне кажется, не знаю, насколько профессор Коробков это подтвердит, но насколько я понимаю, вообще в американской политической традиции не принято, чтобы человек, который уходит с поста президента, оставался значимой фигурой собственной партии. То есть обычно ведь бывшие президенты, они уходят в частную жизнь, играют в гольф, пишут мемуары, которые сдают огромными тиражами, выступают где-то в каких-то вузах престижных, там за огромные гонорары, говоря за все хорошее против все плохого. И Трамп по многим параметрам такая фигура неоркодоксальная и для американской, и, наверное, для мировой политики. В том числе вот его неоркодоксальность, очевидно, появляется в том, что, будучи битым, но при этом не признавая свое поражение на выборах 2020 года, тем менее он остался в республиканской партии в качестве лидера и человека, который... Трамп не похож абсолютно на пенсионера, который готов сложить полномочия и уйти писать мемуары, выступая где-то в университетах. Он абсолютно противоречит этому. Совершенно верно. То есть здесь Трамп выступает в качестве вот таких, ну что ли, новые стандарты он задает, кстати. До этого он задал, пожалуй, один из таких стандартов, что топовый политик должен активно присутствовать в социальных сетях. И несмотря на то, что Трампа заканцелили в социальных сетях, но теперь уже политики всего мира постепенно, хотят они этого или не хотят, тоже начинают ввести соцсети. И понятно, что не у всех получается так же активно, как у Трампа. Но вот этот стандарт, опять же, задан в большом счету Трампом же. И здесь, конечно, все смотрят на Трампа как на человека, действительно, который может преодолеть некоторый такой кризис лидерства, который был в республиканской партии. Действительно, этот человек явно решил, что политика – это теперь то, чем он будет заниматься на протяжении ближайшего времени. И действительно, мы еще много чего о Трампе наверняка услышим до 2024-2025 года. Господин Никифоров, с учетом того, что происходит в Соединенных Штатах Америки и как Джо Байден выстраивает свою внутреннюю и внешнюю политику, в целом американскую политику по отношению ко многим странам, регионам, ну и, разумеется, внутренняя борьба – это экономика, это борьба с коронавирусной инфекцией. Как вы считаете, подобного рода поведение Дональда Трампа, возвращение его большое в большую политику, может ли это каким-то образом навредить или помешать действиям Джо Байдена? – Вы знаете, вот что самое интересное, я достаточно плотно смотрел так называемую профессиограмму, если это можно так назвать, Трампа. Вот в психологии есть такие понятия, как единица и спящий. То есть спящие люди, которые каким-то образом проходят в управлении, это люди, которые плывут, скажем так, по течению за событиями, а единицы, они колышат мир, да, то есть они выставляют себя в форме лидера и ведут за собой. Вот если посмотреть всю биографию Трампа и его профессиональные вопросы, это взлеты, падения, это потери, это очень хорошая возможность и привычка держать удар и побеждать. из практически очень таких, можно сказать, критических ситуаций и выходить из этого победителем. То, что сейчас получила Америка, нового лидера, назовем так, потому что раньше все это действительно, вот соглашусь со Станиславом, что там было действительно все спокойно, так называемая политическая матрица у них была спокойной, менялись президенты, они уходили, писали мемуары какие-то, все было как-то чинно, благородно, использовались определенные кланы, которых мы помним, это и Буш, и Клинтон, и так далее. А здесь появилась новая личность, новый человек, которого били, причем били буквально наотмашь на весь мир, с достаточно беспредельными, назову таким непарламентским языком, методами, и который смог удержать удар и опять вернуться. До сих пор его аккаунты заблокированы, и некоторых его сторонников. Да, все аккаунты заблокированы, если вы наблюдали, ну или, скажем так, весь мир наблюдал его процесс, его руководство США, это тоже были скандалы, противостояния, и определенные, скажем так, выяснения отношений с противниками, и, в общем-то, возможности договариваться, да, и, в общем-то, определенная своя политика, которую он вел, она совершенно отлична той политике, и даже система подхода к этой политике других президентов, поэтому то, что сейчас произошло, это большой слом внутренней политики Соединенных Штатов, то есть там уже не будет настолько спокойно, что не считали. Кроме того, хотел обратить внимание, в США уже больше ста лет происходит противостояние консерваторов и либералов. это вообще как бы основа, можно сказать, внутренней политики, хотя Соединенные Штаты и общество, гражданское общество Соединенных Штатов привело к двум партиям, да, то есть республиканцам и демократам, а здесь получается какое-то новшество, и что из этого получится? То ли Трамп действительно не будет выходить за грани, ну, скажем так, национальных, политических рам, в виде общественного движения внутри республиканской партии, либо он там не сможет договориться, не сможет удержать этих рамок, будет более масштабен, создаст третью партию, все это будем наблюдать. Но в любом случае можно понимать, и нужно понимать, что это новый этап развития внутренней и внешней политики США. Господин Нижмаков, как вы считаете ваше мнение о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки, насколько ситуация стабильна или же наоборот? Да, ну, во-первых, можно отметить, что все-таки и масштабные протестные кампании, и даже действия подпольных вооруженных групп, как мы помним, например, в 90-х по теракту в Оклахома-Сити, это все-таки тоже составляющая часть американской политической жизни, которую невозможно вычеркнуть, или как-то вынести за скобки. Поэтому и те события, которые были в январе в связи со штурмом Капитолия, и, так сказать, протестные акции сторонников Трампа может быть выше, чем это характерно для многих других таких кампаний, но, опять же, считать это чем-то экстраординарным все-таки я бы не стал. Можно вспомнить и кампанию во время, да, накануне инаугурации Джорджа Буша-младшего в свое время, да, со стороны тех, кто, так сказать, относился к сторонникам демократов. Что касается перспектив, собственно, Трампа, ну, как правило, да, очень часто в прессе обращают внимание на взрослый фактор, что к моменту праймериз президентских следующих Трампа будет 77 к моменту выборов, следующих президентских 78, но все-таки можно отметить, что возрастные политики в США, в том числе как участники президентских праймериз и президентских кампаний, это не такая ужинетка. И вспомним Берни Сандерса, как участника демократических праймериз в ходе недавней президентской кампании. Вспомним среди республиканцев факт участия, собственно, в самих президентских выборах, да, в комечном этапе. И Маккейна в 2008-м, и Роберта Доуэлова, да, они были помладше, чем на тот момент, да, чем Трамп будет в 2024-м, но тем не менее, да, им было за 70. Опять же, в общем-то, возвращение в политику человека, который проиграл президентские выборы, это, в общем-то, тоже не есть что-то совсем уж экстраординарное, в том числе в американской истории. Да, вспомним Ричарда Никсона, который, будучи в статусе вице-президента, участником президентской кампании 60-го года, в 68-м году смог, так сказать, выиграть президентские выборы. Поэтому совсем вычеркивать возможность участия Трампа в следующей президентской кампании, конечно же, не стоит. В то же время, за несколько лет до президентских праймерис говорить о том, так сказать, каковы шансы того или иного кандидата более чем преждевременно, вполне возможен как раз сценарий, что Трамп станет тому моменту не столько каким-то потенциальным победителем, сколько таким вот крупным игроком, который своим, да, так сказать, своим электоральным весом не даст в итоге победить на праймерис какому-то еще анти-эстеблишменту кандидату, который будет претендовать примерно на такую же нишу. Возможно, такой сценарий. Поэтому будем, так сказать, следить, что будет дальше. Здесь, возможно, как благоприятные для Трампа, так и, скажем, неблагоприятные для него в республиканской партии моменты. Ну и опять же, не будем забывать про то, что целый ряд шагов, которые ожидают от администрации Байдена, могут вызвать недовольство не только у республиканцев, но и у части демократов. Например, скажем, урасточение многих норм, которые могут не нравиться нефтегазовым компаниям. В свое время высказывания Байдена на этот счет отмежевывались не только республиканцы, но и демократы из нефтедовыбающих штатов. Такие статусные демократы, естественно. Поэтому вполне возможно, что уже к промежуточным выборам в Конгресс в связи с этим у демократов будут определенные проблемы, которые при неблагоприятном для них сценарии вполне могут еще более хронический вид принять к президентской кампании. Но сценарии могут быть самые разные, повторюсь. Абсолютно точно. Господин Коробков, еще такой вопрос к вам. Выступая как раз на этой встрече, господин Трамп отметил, что первый месяц пребывания у власти Джо Байдена можно назвать провальным. Насколько он прав, по вашему мнению, в том плане, что вообще в целом, объясняя внутреннюю и внешнюю политику Соединенных Штатов Америки, где-то Джо Байден говорит о необходимости концентрироваться на внутренней политике. Это возрождение экономики, борьбе с коронавирусной инфекцией. В то же время, когда дело заходит о сотрудничестве в рамках НАТО, военное пребывание в странах Ближнего Востока, активация американского присутствия в некоторых странах Ближнего Востока, или же, скажем, нормализация отношений с Мексикой. Тут Байден настроен решительно в активизации внешней политики Соединенных Штатов Америки. Как вы расцениваете вот этот курс, который выбрал для себя Джо Байден, насколько он эффективен уже? Господин Коробков, вы нас слышите? Господин Коробков от нас сейчас отключился. Что ж, этот же вопрос в таком случае, господин Башок, я адресую вам, если можно. Пожалуйста, объясните нам ситуацию. Все-таки вот этот, ну я бы уже сказала, больше месяца у власти Джо Байдена, насколько вы его расцениваете? Насколько сейчас уже понятны внешние и внутренние приоритеты Соединенных Штатов Америки? Ну, нас заняли пока еще переходный период, и переходный период будет длиться еще какое-то время, потому что для американской политической системы вполне характерно, что не сразу, скажем, после инаугурации абсолютно все главные чиновники предыдущей администрации уходят и приходят какие-то новые. Поскольку там огромное количество должностей, которые нужно замещать, то там часть осталась от прежней администрации, часть, что называется, пакует чемоданы, часть, наоборот, въезжает. Так что, действительно, в риторике Трампа, которая была на вот этом, на конференции СИПЭ, конечно же, он там последними словами, как он обычно это и любит делать, ругал Байдена, говорил о том, что вот он, то есть Трамп, там один из самых таких успешных президентов, смотрите, какой у меня рейтинг, смотрите, сколько за меня. Человек проголосовал и тут же сказал, что вот у Байдена, наоборот, это худший президент, в том смысле, что худший первый месяц президентства во всей истории, ну, как минимум Соединенных Штатов, а как максимум человечества. То есть это Трамп, вот он покоен, всегда так говорит. То есть тут я бы вообще не стал сейчас говорить о каких-то конкретных минусах или ошибках конкретно нынешнего президента Байдена, он только что стал президентом. Но какие-то символические такие шаги, которые идут от администрации Байдена, они, в общем-то, вполне себе в духе такого мягкого возвращения к Обаме, которого, опять же, оппоненты последними словами ругали, там, что он коммунист, социалист и так далее. Но по факту, ну, вполне себе нормальный президент два срока отсидел, и, в общем-то, Соединенные Штаты ничего с ним не произошло. И при Трампе потом не произошло, и при Байдене, несмотря на его минусы, о которых, в том числе, Трамп озвучивает, ну, ничего не произойдет с Соединенными Штатами, это немножко... Это же не суперпрезидентская страна, что там все отзависело от президента. Но, в целом, возвращение в Парижское соглашение по климату, это, в общем-то, такой вариант, который устраивает всех демократов и, наверное, зачувствующих. И который Трамп снова критиковал во время своего выступления. Конечно, но для консерваторов американских характерен определенный обскурантизм в отношении изменения климата, несмотря на то, что есть консенсус у экспертов, они берут 1% экспертов, которые выступают против, и говорят, смотрите, а вот есть 1% и вот эти 1% они правы, а в 99% не правы, потому что они заключили с Китаем, в конспирацию вступили с Китаем, поэтому, значит, они рассказывают там сказки и так далее. То есть это вполне такая вот именно для американских консерваторов характерная история, связанная с тем, что поскольку Соединенные Штаты это страна, которую любит Бог больше всего, соответственно, Бог не даст климату каким-то образом негативно, очень сильно повлиять на Соединенные Штаты, поэтому не нужно никакие регуляции по климату, по экологии и так далее, это все придумано. То есть, а вполне, что касается, кстати, не только, в принципе, демократической партии, но если мы, скажем, возьмем соцопросы, то миллениалы, то есть люди, скажем так, более молодые, одновременно более образованные, они, конечно, выступают также за, в том числе и голосуют за демократов, потому что демократы выступают с этой самой зеленой повесткой. Вот, а поскольку за республиканцев, в том числе за Трампа, преимущественно голосуют люди более старшего возраста, одновременно менее образованные, то они считают, что это все выдумки и глупости, никакого там изменения климата и прочее не существует. И в том числе ситуация в Техасе, где там снегом всех занесло, это вообще исключение, и ничего это не подтверждает. Вот, одновременно, да, как уже было сказано, Джо Байден настроен на возвращение к, опять же, обамовским таким близким отношениям с европейскими партнерами по НАТО. Действительно, он выступает за нормализацию отношений там вообще со всеми странами, с которыми поссорился Дональд Трамп. Так что в этом смысле я пока не вижу вообще причин и не вижу каких-то точек, в которых президентство, по крайней мере сейчас, в ближайшей перспективе, президентство Байдена будет каким-то вообще чем-то страшным и чем-то, что нужно будет потом как-то фиксировать. То есть, хотя бы понятно, что оппоненты демократов, конечно, расскажут, что демократы делают неправильно. Точно так же, как и во время предвыборной кампании демократы говорили, что Трамп это худший президент, который все сломал. Если его не выгнать из Белого дома, то случится апокалипсис завтра. Это интересно, потому что сегодня мне довелось пообщаться с гостями из Америки, как раз-таки, поднимая вопрос о том, насколько рейтинг Трампа высок, соответствует ли это тому, что публикуется в СМИ. Оба они отметили, что Трамп есть Трамп, и во многом это и объясняется тем, что происходит сегодня. Но сказать, что Трамп может заручиться поддержкой и выиграть выборы президентские в 2024 году, пока об этом говорить сложно. Поэтому ситуация, на самом деле, немного запутанная. Господин Никифоров, еще такой вот момент, который бывший президент США, 45-й, Дональд Трамп утверждает. Он критикует политику по энергетическому направлению, которую выбрал для себя Джо Байден этот курс, и утверждает, что если и дальше Америка будет идти в этом направлении, то не исключено, что в дальнейшем она будет зависеть в энергетическом смысле от Российской Федерации или же от некоторых стран Ближнего Востока. Вообще, насколько реально такое обвинение, можно ли к нему прислушиваться, по-вашему? Ну, во-первых, можно посмотреть на примере Северного потока-2, да, то есть Германия достаточно четко объявила, что она не может обойтись без российских энергоресурсов, и, в общем-то, все ходы по заблокированию или включению каких-то дополнительных санкций по этому проекту вряд ли пройдут. Лавров сказал, что унизительные предложения по поводу сохранения объема перекачки нефти через Украину, это, безусловно, не подходит Российской Федерации, да, то есть там есть определенный конфликт, и, в общем-то, Европа стоит на стороне, ну, на такой вменяемой стороне России, и Соединенные Штаты вряд ли что-то могут сделать, и мы видим, что пока включаются подавляюще большинство персонифицированные санкции по отдельным людям в связи с определенными событиями, и, в общем, вся та позиция, которая, наверное, ну, скажем так, несколько лет назад при других президентах, помимо Трампа включалась как основная, да, по поводу включения и блокирования и игры, именно на энергоресурс, на энергоресурсах этого направления, сейчас, в общем-то, ушла в сторону. Я не думаю, что подобные методы сейчас могут возобновиться, потому что достаточно серьезно поменялась ситуация. даже если чуть-чуть отойти от формата вашего вопроса, то, в принципе, мы видим, когда Байден уговаривает Европу, чтобы они не создавали даже альтернативных вооруженных сил, что Соединенные Штаты останутся их защитниками на тот момент, ну, это хотя бы отдельная песня, но я имел в виду, что те форматы, которые сейчас уже изменены, они достаточно сложно приходят в ту позицию, в которой я была раньше, поэтому я не думаю, что будет успех у Соединенных Штатов, безусловно, у Байдена, который будет играть на вопросах в области энергетических ресурсов. По-моему, это уже бесперспективно сейчас будет, несколько другое время, оно очень сильно изменилось. Господин Ежмаков, если говорить о будущем, ближайшем будущем, да и в целом, как вы считаете, какую политику и какой курс для себя должен избрать Дональд Трамп, чтобы заручиться большей позицией и поддержкой избирателей? Именно, я уточню, именно Трамп, не Байден, да, здесь нет оговорки. Прошу прощения, да, Трамп, бывший президент, Дональд Трамп, который не исключил возможности баллотирования президента в 2024 году. Да, ну, здесь многое будет зависеть от того, какие еще оппоненты внутри республиканской партии вырастут через несколько лет у Трампа, да, мы видели это, например, в предыдущих избирательных циклов, что за период между президентскими выборами часто ландшафт политически внутри корпуса элит и республиканцев и демократов серьезно корректируются. Поэтому я повторю, что, так сказать, возможен сценарий, при котором Трамп, так сказать, окажется крупным игроком, который консолидирует вокруг себя довольно большую часть этих радикальных критиков действующей администрации, в то же время в ходе следующих президентских праймерис заблокирует таким образом проход кому-то может быть более избираемому с точки зрения широкого избирателя, широкого этих масс избирателя, но при этом, так сказать, не пользующихся доверием вот этих вот более радикальных сторонников, которые могут вокруг Трампа в таком случае консцентрироваться. В целом, мы видели, что Трамп, так сказать, продемонстрировал за вот эти несколько лет, пока в президентском кресле, возможность работать с теми группами избирателей, которые вначале, может быть, не были столь позитивно настроены к нему или где его поддержка не была столь велика, как это было зафиксировано в ходе в итоге последней президентской кампании, то есть мы можем вспомнить, что Трамп удалось, например, набрать политические очки неплохо среди латиноамериканских избирателей, избирателей неамериканского происхождения, которые говорили, что мы смотрим на скучного Байдена в огромной маске и мы видим Трампа, который говорит, что коронавирус это, в общем-то, ерунда, и мы с более таким активным, энергичным Трампом готовы идти дальше, а не с вот таким вот, скажем, пессимистичным и где-то скучным, по их мнению, Байденом. Тут, так сказать, многое будет зависеть также от того, все-таки, что будет через вот эти несколько лет демократической администрации, все-таки будет ли, да, некоторые считают, что вполне возможно Байден по состоянию здоровья не сможет отработать только один срок, такая вероятность есть, и что тогда будет дальше, то есть, перезагрузка, она добавит очков политических демократам, или наоборот, этот груз ответственности ляжет на преемника Байдена, который будет баллотироваться, так сказать, президента в 2024 году, то есть, факторов здесь достаточно много. Ну, кроме того, я бы отметил, что традиционно в американской политике против республиканцев часто играют активность каких-либо таких вот радикальных крайне правых групп, да, вот я упоминал в начале в своем первом выступлении про теракт в Оклахома-Сити в свое время, то есть, так сказать, если какие-то вот слишком, да, слишком радикальные консерваторы или крайне правые предпримут некие действия, особенно ближе к президентским выборам, которые дискредитируют республиканцев в целом, это станет проблемой и для Трампа, и для того кандидата, которого он будет двигать и поддерживать. То есть, опять же, здесь мы видим достаточно широкий диапазон сценариев, которые могут сработать и против республиканцев, и в то же время какие-то из них осложнить жизнь демократам, да. Абсолютно точно. Господин Коробков, вы вернулись к нашей беседе. Вы меня слышите? Пожалуйста, проясните нам ситуацию, вот как раз-таки если говорить, мы сейчас обсуждаем внутриполитический и внешнеполитический курс Соединенных Штатов Америки, который выбрал для себя Джо Байден, насколько он сосредоточен на внутренней повестке дня, насколько он нацелен развивать внешнее присутствие Соединенных Штатов, в каких именно направлениях, и что уже можно говорить, вообще в целом поведение Дональда Трампа, вот его такая активная деятельность политики возвращения, может ли это на ваш взгляд каким-то образом отразиться на политике Джо Байдена? В принципе, Байден, конечно, концентрируется на внутренней политике. Это была причина, по которой ополчились против Байдена различные круги американской элиты, это причина, по которой против Трампа, это причина, по которой выдвинули и поддержали Байдена, и для него сейчас главное это, конечно, продемонстрировать какой-то успех в борьбе с пандемией, а пока с успехами как-то не очень, и, во-вторых, удержать экономику. Помимо этого, ему нужно что-то дать ультралевым, которые его поддержали, и которые уже очень недовольны тем, что он делает. Ну, говоря конкретно, Байден во многом выиграл за счет обещаний ультралевым, это и зеленая новая сделка, это и новые расовые и прочие квоты и так далее. Но реально он, естественно, представляет интересы престарелого центристского руководства, партийного и американской элиты в целом, и интересы группы транснациональных монополий, которые были очень недовольны политикой Трампа по разрушению вот этой глобалистской экономической системы. Это финансовые монополии, это вот эти новые интернетные сетевые монополии, но это шоу бизнеса, информационный бизнес в широком плане. Естественно, Байден идет туда, где деньги. Поэтому он уже вот замял, по сути дела, вопрос с более чем удвоением минимальной зарплаты, который был бы колоссальным, катастрофическим ударом по малому и среднему бизнесу американскому. он с 50 тысяч снизил до 10 обещаемые студенческого долга американцам. Он замел целый ряд аспектов новой зеленой программы. Он заявил, что он против вот этой истерии против полиции и кампании по урезанию бюджетов полицейских управлений. Все это вызывает постоянное раздражение ультралевых, но одновременно ориентировано на то, чтобы, во-первых, стабилизировать экономику, а во-вторых, ну, как-то продать себя американскому среднему классу и реальному сектору экономики, промышленному и сельскохозяйственному бизнесу. Но, тем не менее, вот его последние шаги показывают, что, во-первых, он возвращается к политике предыдущих 30 лет, это политика либерального интервенционизма, которую проводили как демократические президенты Клинтона и Обама, так и республиканцы два Буша. И он также исходит из старой традиции, что маленькая победоносная война, она позволяет списать многие внутренние огрехи. Поэтому, вот мы видели операцию в Сирии и вполне возможно втягивание США в какие-то региональные конфликты, опять, военные, поскольку не только Байден может исходить из этого с точки зрения своих политических интересов, но и он окружен людьми, которые являются классическими представителями вот этого интервенционизма. Это и Блинкен, это и Нуланд, и целый ряд других высокопоставленных чиновников и политиков, назначенных на ключевые должности. Поэтому мы увидим вот такую более традиционалистскую и более интервенционистскую американскую внешнюю политику при одновременном попытках, по крайней мере, сдвинуть в центр внутреннюю политику. Для Байдена это очень рискованная ситуация, потому что левые могут ему напомнить, что то, что они делали в отношении Трампа, включая вот эти летние погромы, они вполне могут сделать и сейчас. А это бывало с демократическими президентами, как вот это было в случае Джонсона в 68-м году, и его отказа вообще баллотироваться в президенты, когда он понял, что левые настроенные к нему уже по-настоящему непримиримы. Поэтому в общем Байден оказывается в сложной ситуации, но его надежда, ему всегда можно списать какие-то проблемы на его личное состояние. Пока же он закладывает какие-то совершенно невероятные траты, строит свою политику на основе кейнсианской модели, 2,5 триллиона обещается на создание новой инфраструктуры, почти 800 миллиардов на развитие общественного транспорта, 500 миллиардов на субсидии в основном для развития новой зеленой энергетики и так далее. И это все в дополнение к триллиону девятистам миллиардам, которые были обещаны на второй с половиной пакет по борьбе с пандемией. То есть идет совершенно невероятное накручивание госдолга, но в надежде отчасти не только купить поддержку населения и левых, но и также в надежде на то, что это будет стимулировать госзаказ, а и таким образом обеспечит экономический рост. Это очень опасная игра, и даже если она успешна, она создаст дополнительные трудности для американской экономики в будущем. А пока, конечно, главной проблемой экономической является то, что даже те положительные меры, которые предлагает Байден, они предусматривают усиление и регулирование, повышение минимальной заработной платы, хотя бы в каком-то смысле. И в целом они, конечно, создают очень большое давление на малый и средний бизнес, а это в свою очередь создает удар по трудоустройству с одной стороны, а с другой стороны, вот этот гигантский взброс денег в экономику, то есть порядка 6 триллионов в сумме, он приведет к серьезным инфляционным тенденциям, а что будет конечным итогом, увидим, но это может все достаточно быстро и достаточно плачевно кончить. Господин Караков, я позволю еще один вопрос к вам, мы уже потихоньку подходим к завершению нашего сегодняшнего эфира, вот если суммировать политику Джо Байдена в отношении стран Ближнего Востока, в частности, мне это очень интересно, потому что в некоторой степени сам же Джо Байден говорил, что именно из-за сосредотачивания внешних интересов США в этом регионе при бывшем президенте Дональде Трампе США упустило некоторые особенно важные актуальные моменты, касающиеся развития внутриполитической ситуации, экономики, ну и борьбы с коронавирусной инфекцией. И при этом вроде бы он собирается снижать присутствие в целом США на Ближнем Востоке. Но вот операция в Сирии, о которой вы сказали в целом, поддержка того курса, который уже заложил Дональд Трамп, когда налаживал и выступал посредником налаживания связи Израиля с рядом арабских стран. Ну и в целом недавнее турне представителя США в страны Персидского залива. Не противоречит ли это тому, о чем говорит Джо Байден и в целом ваше мнение о дальнейшем наращивании или же наоборот снижении присутствия США в странах Ближнего Востока? Байден совершенно четко сформулировал свою внешнеполитическую стратегию. Ее можно характеризовать в словании Александра Первого «И мне все будет как при бабушке». То есть это полное разрушение всех начинаний Трампа за одним исключением. Уже ясно, что Байден в принципе принял главный вывод Байдена от Трампа, а точнее его главного внешнеполитического советника в течение долгого времени Стива Беннена о том, что Китай стал главной угрозой США, он бросает вызов этой стране и надо начинать новую политику сдерживания по отношению к Китаю. То есть эта политика Трампа, это нововведение, оно не будет отменено. Это уже совершенно четко. Все остальное будет переводиться на рельсы того, что было при Обаме и Раме. В частности, это будет попытка вернуться к ситуации до 79-го года, балансирования между тремя силами на Ближнем Востоке, шиитский Иран, Саудовская, Саудовская, Саудовская Аравия и Израиль. И Байден постепенно будет все больше отходить от Израиля и пытаться вернуться к сделке с Ираном. Ну, долгосрочные последствия тут сейчас предсказать сложно. Я думаю, что есть большой шанс, что Байден не только не уйдет с Ближнего Востока, но наоборот усилит американское военное вмешательство и более того будет идти на такие искусственные кризисы, как то, что произошло на прошлой неделе в Сирии. Будут еще какие-то дополнительные военные акции и дестабилизация режима Ассада. Поэтому в целом это будет гораздо более активистская, интервенционистская и глобалистская в экономическом смысле политика, чем это было при Трампе, который в общем проводил курс во-первых на больший изоляционизм, отказ от любого военного прямого вмешательства США и на постепенный перевод центра тяжести американской внешней политики с Северной Атлантики на Северный Тихий Океан. Вот только последнее начинание Трампа будет сохранено, все остальное будут попытки разрушить наследие Трампа и вернуться к модели, ну, по крайней мере, Абам. Интересно. Что ж, будем следить за развитием событий, большое спасибо уважаемые эксперты за то, что присоединились к нам и поделились своим очень интересным мнением. Спасибо огромное. Спасибо. Это была глобальная дискуссия на телеканале CBC о внутриполитической ситуации в США, а также приоритетах во внешней политике мы побеседовали с нашими экспертами. На связи со студией были Станислав Бышок, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации СИС-ЭМО, Анатолий Никифоров, политолог, член экспертного совета комитета по международным делам Совета Федерации, Михаил Нейшмаков, ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций и Андрей Коробков, профессор политологии университета штата Теннесси. Яна Анастасия Лаврина, увидимся завтра в это же время. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok